Здравствуйте, леди и джентльмены! Сегодня мы сравниваем две джомбы с сигму, сигма, одна с цельной верхней дехой, декой, другая все из цельного дерева. Милости просим! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Все абсолютно идентичное, абсолютно. То есть эта модель, это прямой апгрейд этой, без компромиссов. Высота струн у инструментов этих практически одинаковая. Сплав, калибр, струн одинаковый. Субтитры подогнал «Симон» Что разное. У этой гитары цельная только верхняя дека. Это ситка. У этой гитары цельное всё. Бока и задница в том числе. И это верхняя дека красная ель. Адерондок. У меня две гитары сигма с красной елью. И мне кажется, что я могу говорить о её характере, о её тембре. Типично. По крайней мере для сигмы. Адерондок звучит намного более ярко. Намного более насыщенно. Но немножко туго, зажато. Может жёстко. Может чуть металлически. Чуть более металлически. Ситка чуть более открытая. Более мягкая заметно. Не такая богатая. Не такая звонкая. Но это вопрос вкуса. Меня как подкупает. И качество этой гитары, и качество этой. Принято считать, что красная ель с годами раскрывается. И потом обретает те же качества, что и ситка. Но ещё имеет преимущество. Но это ещё надо будет увидеть. Но уже я могу сказать, что за полгода, что у меня эта гитара есть, характер звука поменялся. Она стала более мягкая. Более открытая. Но всё ещё не как эта. Но и эта, в свою очередь, ни в коем случае не такая же богатая и звонкая. Более открытая. Более открытая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дальше Дальше По факту Посередине может находиться и ель Красное дерево И щепки с клеем Это маловероятно Не знаю Но Что я знаю Что каким-то чудом Эта гитара на 150 грамм Легче, чем эта 150 грамм это очень много Я думаю, что это именно за счет вот этих Может микарта полегче, чем черное дерево И еще, видимо, то дерево, которое здесь внутри Намного-намного мягче, чем цельный палисандр И может эта мягкость жрет звук Сто процентов жрет звук Но также легкость это подкупает Вот эта разница в ста 50 граммах, она очень заметна Сто процентов жрет звук Сто процентов жрет звук Это нерелевантно для нашего обзора Но на всякий случай скажу, что в этой модели звукосниматель Fishman Sony Tone Его здесь нет, я его выкинул, но не выкинул в портал Он... я такой не люблю А здесь у костумателя LRBX По сути то же самое, но звучит приятнее И блок для контроля намного более красивый, такой изысканный Элегантный, элегантный, минималистичный, легкий, не жрет практически звук Я бы сказал, совсем не жрет звук Акустический, потому что не сильно отягощает верхнюю деку И если надо, я всегда воткнусь в эти задачи под нижний порожек И все будет работать Музыка 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 Много косметических различий. В этой гитаре нет инкрустации головы и есть инкрустации розетки и обечайки. В этой гитаре есть инкрустация головы. И все инкрустации здесь это Абалон, цветное морское ушко, а здесь перламутр. Белый там с отливами какими-то. Под лаком Абалон великолепный, просто невероятно. Но вот в струнодержателе, в накладке, где они не покрыты лаком, не отполированы, они очень красивые. Но нельзя сказать, что они сияют. Перламутр всегда как будто светится. Это просто великолепно. И он очень красиво гармонирует перламутр с окантовками. И вот эти все блоки перламутра, это из самых кусков сделаны. В то время как инкрустации из Абалон в этой гитаре склеены из нескольких кусочков. Не играет особой роли, но так. И здесь нет никакой инкрустации. Очень тупо, потому что вся гитара такая роскошная, дорога богата, украшена. А здесь пустота и голимая золотая краска вместо логотипа. А здесь у нас инкрустация в голове. Просто прекрасно, такая красивая. Великолепный дизайн, мне очень нравится. Великолепный дизайн. Великолепный дизайн. очень портит впечатление. Накладка несколько портит впечатление. Здесь просто, как произведение искусства этот слон держатель и накладка. Просто великолепно. Отсутствие инкрустации здесь портит впечатление. Здесь просто великолепно. Но инкрустация корпуса и необыкновенная красивая верхняя дека, здесь 100% победитель. Так что, наверное, эта гитара красивее, скорее всего. Говоря про звук, по ходу записи демо, я еще сильнее убедился в том, что существенной разницы в звуке между ними нет. Нет такой разницы, что вот эта гитара стоит на 50% дороже, и она на 50% лучше. Я бы так не сказал. Я бы сказал на 25. И то это может быть вопрос косовщины. То есть громче — да, басистее — да. Звонче, басистее, громче. Состейно больше — да. Тут я замечал, как будто быстрее дохли, особенно первая и вторая струна, когда я играл что-то высокое. Но эта гитара более мягко звучит. И вот эта мягкость, она очень мне нравится, очень подкупает. Просто как другой характер звука. Я думаю, что со временем эта гитара тоже станет мягче, и тогда она будет абсолютным, полным, вообще несомненным победителем. Но на данный момент мы можем сказать, что тем, кто любит более мягкий звук, берите что-то с ситкой. И может даже с ламинатом. Тем, кому хочется, не знаю, поиграть пальцами, позвончей и прочее, прочее. Сто процентов — это победители. 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 будет еще много интересных обзоров, сравнений с этими гитарами, с другими прочее, прочее, прочее ставьте лайки, комментарии рассказывайте друзьям, прочее, прочее всем прекрасного дня, недели и жизни